Здравствуйте! В этом выпуске программы интервью мы поговорим о самом ценном, что есть у каждого из нас. О здоровье. И в частности о том, как развивается система здравоохранения на территории Самарской области. Какие в этом направлении есть слабые и сильные места. Я с удовольствием представляю мою собеседницу Марину Седухину, депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Здравствуйте! Добрый день! Марина Геннадьевна, в последнее время чаще приходится слышать такую фразу, что в Самарской области медицина стала доступнее. О какой доступности идет речь и все ли так радужно, так хорошо в этом направлении? Или все-таки есть какие-то слабые места, которые нужно подтянуть? Вы знаете, система здравоохранения, она является как лакмусовая бумага развития вообще общества. В том числе и, конечно, нашего региона. Я хотела бы отметить, что за последние пять лет есть такое выражение, она развивается семимильными шагами. Пусть меня правильно поймут телезрители, потому что точно на том конце экрана будут говорить, вот я вчера не мог попасть к узкому специалисту, сегодня я не мог записаться еще к одному специалисту. Но давайте все-таки апеллировать фактами, апеллировать цифрами и, конечно, теми показателями, которые есть, в том числе и степень удовлетворенности медицинской помощи. Потому что это тоже является показателем развития системы здравоохранения в регионе. И, кстати, оценкой высшего должностного лица субъекта. Я могу сказать с полной уверенностью, что могу себе такое позволить, потому что в бывшем практически врач, но хотя говорят, что врачей бывших не бывает, и поэтому увижу, как развивается система здравоохранения. Доступность, в первую очередь, конечно, первичной медицинской помощи. Потому что первичное звено – это то первое, что встречает… Базис. Базис – это то первое, что встречает пациента наших жителей. И мы видим, как развивается поликлиническое звено. Мы видим, сколько строится фельдшерско-акушерских пунктов, открывается офисы врача общей практики, потому что первичное медицинское звено мы переориентировали на сельскую местность. Да, в городской черте у нас были развиты поликлиники. И, кстати, у нас, если мы говорим о 22-м прошедшем году, то мы говорим о том, что открыта у нас поликлиника в крутые ключи на более 700 посещений и 4 диагностических поликлинических отделения. Так вот, первичная медицинская помощь. Конечно, это развитие, еще раз говорю, не только поликлинического звена, но и специализированной медицинской помощи. Специализированная медицинская помощь у нас разница за счет мобильных бригад. То есть мы говорим об открытии новых. 115 новых учреждений здравоохранения открыто за 5 лет. Более 200 у нас капитально отремонтированы. Ну и вы можете мне правомощно задать вопрос. Да, построено. Да, отремонтировано. А как работает медицинское оборудование? 14 тысяч, практически 14 тысяч медицинского оборудования поступило в медицинские учреждения за 5 лет. В том числе более 35% тяжелой техники. Это мы говорим медицинского оборудования тяжелое. Но если сравнивать динамику такую за последние 5 лет, такого, наверное, никогда и не было. Правильно? Вы абсолютно правы. Это какой-то бум развития здравоохранения. Такого никогда и не было. Вот вы, вернее, такое выражение применили, как бум. Я еще раз скажу, что семимильными шагами развивается здравоохранение. И не случайно. Потому что в своем первом спичке вы сказали, что здоровье – это самое главное для человека. И, конечно, здоровье – приоритет и социальной политики, в том числе система здравоохранения, для губернатора Дмитрия Ягодич Азара. В своем послании он очень много времени уделил именно системе здравоохранения и наука. И научно-технически, кстати, наш Самарский медицинский университет – первый медицинский технологический. Я думаю, мы тоже об этом еще с вами поговорим, потому что это тоже элемент или шаг к доступности медицинской помощи. И показатель развитости системы сферы здравоохранения в регионе. Ну и если говорить о развитии науки, именно на площадке нашего Самарского государственного медуниверситета, еще раз повторюсь, все-таки он первый – медицинский и технологический. Технологический, да? Кто-то скажет, о чем вы говорите. Ну да, чтобы было понятно. Да, медицина и технологии. Но хотела бы акцентировать ваше внимание о том, что у нас на территории Преображенки первый серийный центр по производству. Не просто так, а именно тех элементов, которые применяются и в травматологии, которые применяются и в других направлениях. То есть это эндопротезирование. А эндопротезирование готовится и разрабатывается в лаборатории, которая тоже в Самарском медицинском университете. То есть целый цикл или полностью цикл от идеи, от модели… До воплощения. И затем до воплощения и производства. Мощный научный такой кластер, правильно я понимаю, сейчас реализуется на базе нашего Самарского медуниверситета. Это серийное производство, причем продукция востребована за пределами, далеко за пределами нашего… Вот любите вы, молодежь, конечно, такие слова. Вы абсолютно правы. Но все-таки вот наши зрители, обыватели, которые смотрят сейчас нас в нашу беседу и думают, а мне-то что от этого? Вот что нашим обычным жителям Самарской области от того, что у нас такой мощный научный кластер? Давайте поясним все-таки, как это отражается на жизни обычных граждан. Давайте вернемся в 2020 год, когда первый нулевой пациент пандемии. И, кстати, сейчас еще ковид никуда не ушел. Отголоски еще. Да, отголоски еще есть, но это был как гром среди ясного неба, и система здравоохранения мобилизовалась в одночасье. Затем санкции, а все-таки и аппаратура, и составляющие, и лекарственное обеспечение, это все было завязано. И затем уже специальная военная операция. То есть вот мобилизация системы здравоохранения позволила не стагнироваться, не остановиться. А как говорит Дмитрий Игоревич, впереди на два шага. То есть развитие стратегическое на два шага вперед. И, как вы сказали, что телезрители могут спросить, а мне-то что? Но замена сустава не нужно закупать где-то, не нужно ждать, когда это придет. То есть в плановом порядке у нас есть уже свои составляющие отечественного производства, которые здесь у нас на территории нашего региона произведены. То есть изобретены и произведены. И, естественно, это будет уже улучшать доступность медицинской помощи. Следующий момент по поликлиническому. Мы говорили, но будем туда возвращаться, потому что поликлиника – это главное. Да, есть проблемы, Сергей, и никто их не замалчивает. А главное, наоборот, сейчас их озвучивают. Это очень правильно, я считаю. Это абсолютно правильно. Я согласна с нашим министром Арменом Сасяковичем Биняном, министром здравоохранения, то, что мы проблемы не замалчиваем, а мы ищем их пути решения. Это абсолютно правильно. То есть система здравоохранения поступательно развивается в виде те болевые точки, как есть в здравоохранении, как их решить. И это, конечно, у нас, если мы коснемся национального проекта здравоохранения по показателям, у нас как бы три не составляющих, а три ориентира. Это сердечно-сосудистые заболевания, смертность от сердечно-сосудистых, это онкология и кадровая обеспеченность. Три таких основных. Три таких, да, основных момента. И если мы по сердечно-сосудистым посмотрим, то, уважаемые коллеги, у нас открыты сосудистые центры. И у нас на базе, в 22-м году, у нас на базе больницы Середавина открылся так называемый кризисный или же ситуационный центр по рискам с заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот центр, он разрабатывает методологию и, самое главное, даёт инструментарий в руки врачам, как выйти из той или иной ситуации. То есть у нас есть золотой час, мы знаем, чтобы наш пациент не погиб. И вот в этот золотой час, что нужно сделать? И мы видим, что оборудование поступает. Мы видим, что у нас Правобережье сегодня тоже нужно сказать, кстати, для наших телезрителей, что если Правобережье – это Сызрань, Сызранский район, Шигонский, они у нас всегда переезжали в городской округ Тольятти, в лечебные крупные учреждения, то теперь там на базе местных больниц, объединён уже территориального медицинского объединения, у нас там открыт сосудистый центр. И это абсолютно здорово. То есть мы не просто открываем, это ещё и оснащаем. И санавиацию возродили. Ну, спасибо большое за такую подсказку, вы абсолютно правы, потому что у нас был период, когда у нас санавиация, ну, просто была в таком флачевном состоянии, то у нас сейчас с вами 108 вылетов, 109 спасённых жизней. 108 – это за какой период? Это у нас за период вот последний год, да. И я хотела бы сказать о скорой медицинской помощи, это же ведь тоже доступность. Никогда не было, если посмотреть период прошедшего пятилетия, никогда не было такого оснащения и замены машин, автомобилей для скорой медицинской помощи и неотложной. Вот у нас более 700 машин поступило, и сейчас у нас нет автомобилей, который срок использования более пяти лет. И, как говорит Дмитрий Игоревич, самое главное – следить за этим нормативом и постоянно обновлять. 143 мы запланировали на 2023 год, и уже 104 поставлено. И станция скорой помощи мы тоже объединили, у нас единый диспетчерский пункт. Вы можете спросить, вы много говорите, а где же доступность? Вот все это, о чем я говорю, это доступность, улучшает доступность медицинской помощи. Вопрос кадрового обеспечения, который сейчас, на мой взгляд, успешно решается областными властями, это системная работа, преодолевая многолетнюю нехватку сотрудников лечебных учреждений. Сейчас в этом направлении очень много делается. Вот подробнее об этой работе расскажите, пожалуйста, и о том, какие меры поддержки доступны врачам и медперсоналам 63-го региона. Вы знаете, вот, наверное, может быть, телезрители скажут, лукавят. Вот так говоришь, что все хорошо, но я с полной ответственностью могу сказать, что у меня есть с чем сравнивать. Понимаете? Еще раз проговорю, что я работала в практическом здравоохранении, работала в социальной защите. Сейчас, как законодатели, мы с коллегами видим, как развивать. И самое главное, какое правильное целеполагание развития по кадровому потенциалу. По инициативе, ну, во-первых, федеральной программы, да, мы должны сказать, что программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер» очень многое нам дала, потому что приток кадров сельской местности позволила именно за счет этой программы. Я вам могу сказать, что у нас практически 160 человек за счет этой программы мы, ну, скажем так, в сельскую местность вернули. И ведь программа, она не догма, и в нее вносятся изменения, а изменения и в суммовом выражении выплат, потому что «Земский доктор» получал до этого 1 миллион рублей, сейчас до полутора миллионов рублей. Это единовременные выплаты, да? Это единовременные, так называемые. Ну да, так их называют, но это вообще единовременные выплаты, если человек приезжает в сельскую местность. И до этого было 500 тысяч «Земский фельдшер», сейчас 750 тысяч, потому что мы увидели востребованность этой программы. Но помимо федеральных у нас есть региональные, субъектовые, как говорят, и они по инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азара уведены. Первое, то, что было дано поручение в 2018 году, это чтобы во всех муниципальных образованиях были свои программы по кадровому привлечению, именно по привлечению медицинских кадров в муниципалитетах. И я вам скажу, что они очень хорошо работают. Да, не во всех муниципалитетах. Поэтому мы и говорим нашим главам муниципальных образований. Это ваша зона ответственности, коллеги. Где-то аренда жилья, то есть для того, чтобы приземлить, приземлить этого врача, и чтобы он задержался в этом муниципалитете, в городе или в селе, то ему выплачивать за аренду жилья. Мы с нашими коллегами, депутатами, приняли несение изменений в наш региональный закон. Это первоочередной прием в дошкольные образовательные учреждения детей, медицинских работников. Это тоже, я считаю, очень хорошо. Ну и, несомненно, в денежном выражении, если человек из другого региона приезжает к нам в наше учреждение здравоохранения, устраивается, он получает также региональные подъемные. Ведь каждый год Министерство здравоохранения составляет список наиболее востребованных специальностей. То есть там, где видим, что уменьшается количество... То, соответственно, и меры поддержки, и упор делаются на них. Конечно, да. А какие на сегодняшний день наиболее такие, ну, скажем, востребованные в сфере здравоохранения у нас в Самарском регионе профессии? Ну, у нас немного есть как бы дефицит кадров по узким специалистам. Это и отоларингология, это и неврология, это педиатрия, например, вот даже и в городском округе Чапаевска, в городской округе... В городских не хватает таких специалистов. Да, да. И я хотела бы еще проговорить по финансовой составляющей, вот по востребованным профессиям. Он каждый год, как я говорю, реестр его составляет в Министерство здравоохранения, то есть держит руку на пульсе. Ну, и диксирует, соответственно. Да, если ранее было 165 тысяч, то сейчас 200. А если по специальности врач-общепрактика, то есть первичное звено, помните, мы начинали беседу с первичного звена, то до 300 тысяч. Ну и, конечно, для каждого молодого человека, молодого специалиста очень важно жилье. И поэтому по инициативе Дмитрия Игоревича с 2021 года у нас по жилью компенсация ипотечного кредитования, то есть 30% компенсации первоначального взноса и 50% компенсации ипотечной ставки кредита. То есть я считаю, что это очень хорошее подспорье, и у нас более 650 человек воспользовались этой льготой. То есть можно сказать, что в принципе, в принципе, вот этот кадровый некий голод, он преодолен, да, и продолжает преодолеваться на сегодняшний день. Продолжает преодолеваться. Продолжает преодолеваться. Проспективы хорошие в этом направлении есть. То есть мы с вами еще, вот вы меня простите, что если я вас перебиваю, у нас по медуниверситету, я хотела бы еще вернуться, потому что у нас так называемые целевые наборы. Вы понимаете, ведь система не может существовать одна. Вот система, она как межвед, и мы видим с вами, как я говорю, высшие школы, то есть медуниверситет, учреждения здравоохранения, и они полностью в коллаборации существуют и взаимодействуют. Потому что другого невозможно. Вот целевой набор у нас тоже с каждым годом растет, и тоже он в зависимости от того, какие специальности мы смотрим. Причем не только здесь и сейчас, но на перспективы. Это очень важно. Потому что специалисты, вы же знаете, у нас, почему вот сейчас мы тоже еще столкнулись с такой ситуацией, как бы выравниваем по кадровому потенциалу и вновь, потому что врача готовят от 6 до 7 лет, и мы с вами прекрасно понимаем, что как этот период мы должны его компенсировать. Вот на ваш взгляд, какие в общем и целом перспективы развития системы здравоохранения в нашем регионе вы видите? Что нужно еще сделать? Либо вот вся работа, она вот сейчас выстроена, ведется в нужном направлении, или все-таки есть какие-то моменты, на которые стоило бы сделать еще какой-то дополнительный упор? Вы знаете, кадровая обеспеченность, она остается приоритетной, это однозначно. Второй момент, это, конечно, профилактика и реабилитация, потому что еще раз повторюсь, мы с вами пережили ковидные времена. То есть диспансеризацию нужно упор сделать в ней. Диспансеризация и реабилитация, потому что мы научились вот в золотой час спасать больного, но очень важно его реабилитировать. Поэтому не случайно у нас открыто реабилитационное отделение на базе поликлиник. Опять же, мы с вами говорим о первичной медицинской помощи, но уже с уклоном реабилитации. Ну и, конечно, наука, движение вперед, это однозначно, потому что про наш медицинский университет можно сказать не импортозамещение, а импортопережение. Спасибо вам здоровья, спасибо и вам за вашу тоже деятельность на посту депутата Самарской губернской думы, за то, что вы такие инициативы продвигаете и притворяете в жизнь вам, вашим коллегам, всем медицинским работникам большое спасибо. Но нашим зрителям тоже пожелаю здоровья, будьте здоровы и пусть все будет хорошо. Марина Седухина была сегодня гостем нашей студии, депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания.